Хороший русский, двухсотый русский. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы на канале Хапов ТВ. Сегодня мы вновь вышли пообщаться с людьми. Сегодняшняя тема ролика будет, это День независимости Украины. Как люди к нему относятся, переосмыслили ли они этот день или нет, потому что для многих это был просто выходной. Сейчас, я думаю, мнение поменялось. Ну а что будет дальше, мы узнаем в ролике. Погнали! Положительно. Ну да, очень положительно. А изменилось ли ваше отношение к нему за эти полгода или нет? Кардинально. Ну не то, что кардинально, да, очень сильно. Раньше, когда, ну мы не считали это таким большим праздником, ну праздник и праздник, да. Сейчас, да, сейчас очень сильно у нас поменялось отношение ко всему. Поддерживаю супругов. У нас в стране был недавно праздник, День независимости. Как к нему относитесь? Замечательно. Я считаю хороший день, чтобы в данный момент почтить всех тех людей, героев, которые сейчас позволяют нам здесь мирно гулять, наслаждаться миром в какой-то степени и так далее. То есть свободой, тонной независимость. Наверное, до этого мы его не так немножко воспринимали. Ну, если мы будем говорить про День независимости, то я буду говорить нашою независимою мовою. Для меня это День відновления независимости, потому что мы всегда были самостоятельными и автономными. Но Московия желала немного иначе. Поэтому для меня это стало самым сегодня, и на этом неделе, и в этом году еще более знаковым, еще более важным святом. И десь у разговаривания с моими друзьями я сказала, что я буду его, мабуть, святкувать лучше, чем Новый год. Потому что сейчас мы понимаем эту ціну, и для нас это, в первую очередь, самый важный свят для каждого украинца. Как можно относиться до День независимости позитивно? По сережкам видно, что позитивно. Да. Нет, просто я сужу по себе, что раньше это просто был выходной, сейчас это как-то более осознается. У вас нет такого? Я была сведома патриоточное издательство. А вы из Одессы? Я наживу в Одессе 15 років. У нас недавно в стране был праздник День независимости. Как к нему относитесь? Положительно. А изменилось ли ваше отношение к нему за эти полгода войны? Да, очень изменилось. Стало больше ценить свою родину, более патриотично. А раньше как было? Ну, у меня было нейтральное отношение. Я не осознавала, насколько все-таки важно ценить все, что ты имеешь. И касательно страны, и касательно всего. С первого годащины независимости Украины, конечно, положительно отношусь. Наоборот, только все наши силы, все наши стремления, все наши помыслы направлены только на победу. И на то, чтобы добиться того, что мы имели. Нашей вердливой независимости и нашей победы над противником. Я согласен с вами полностью. Да, что сейчас этот день становится какой-то эпохальной датой, что ли, в нашей жизни, в нашем бытие нашего народа. У нас в стране был недавно праздник, День независимости. Как к нему относитесь? Положительно. Ну, а за время войны как-то изменилось мнение о нем или нет? Всегда одинаковое мнение было о нашей независимости, что до войны, что после войны. Это самое главное, что у нас есть. Поэтому особо, ну как, поменялось, наверное, что еще больше, скажем, патриотизма вокруг стало. Ну, у меня лично, как было там в 91-м году, так и сейчас осталось. Это хорошо. В Одессе стало больше патриотизма? Ну, мне кажется, да. Ну, честно, да. Я по своей работе служу, у нас да. Ну, будем надеяться на это. Отлично, прекрасно. Жили независимость в Украине с первого дня, 91-го года, и ничего другого как бы не хотели. Ну, я осознавал это с первого дня, что это независимость, и поэтому для меня как бы ничего не поменялось в этом месте. Смотрите, у нас в стране был праздник недавно, День независимости. Как к нему относитесь? Хорошо. Я очень рад, что это такой праздник. Тоже? Сейчас это очень надо. Если раньше, то, ну, День независимости, а сейчас это очень актуально. За полгода изменилось отношение к этому празднику, да? Конечно. Да. То есть, если раньше, то просто как, ну, праздник. Ну, выходной день был. А сейчас это праздник. Ну, был праздник, и он действительно праздник. Да, да. Изменилось в лучшую сторону. Конечно, все желают независимости нашей стране. Не только я. Все желают этого. Положительно. Абсолютно. Не, ну, сейчас он стал более сакральным в связи с последними событиями. Смотрите, у нас в стране был недавно праздник, День независимости Украины. Как к нему относитесь? Вообще отлично. Нормально. Я понял. А изменилось ли ваше отношение к нему или нет? Нет. Нет. Просто, допустим, у меня раньше это был просто выходной. Сейчас это как бы переосозналось. Ну, да, более уже так оно чувствуется, независимость. Более осознается, да? Да, да, да. То праздник, да, но независимость, все были довольны и счастливы. А когда уже коснулась такая беда, теперь уже точно понимаю, что такое независимость. На самом деле. И как она дается нелегко. Поэтому, да, сейчас оно более такое важное и ценится больше. У вас недавно праздник в стране был, День независимости. Как к нему относитесь? День какой? Независимости. Да. Как к нему относитесь? Как что? Как к нему относитесь? Ну, нормально я отношусь. Я же не враг, я же не в России нахожусь. Я здесь, в своей стране. Я волнуюсь и переживаю, почему так происходит. Почему два братских народа, два братских народа, которые прожили 70 лет и воюют. Почему? Кто мне ответит? Кто виновен в этом? Я уже, знаете. Так может не были просто братскими? А? Может не были братскими? Ну как же, ну 70 лет все равно. Ну хорошо. Для того, чтобы война какой-то быть должен повод. Какой повод, что на нашу землю топчет Путин, Путин топчет. Убиваем мы и своих, и ихних молодых парней. За что и почему? Во имя чего? Кто, мать, ответить? Никто, наверное. Ну, наверное, не Путин топчет, а его солдаты. Ну, он-то дает команду. Солдаты выполняют уставы. Устав есть, извините меня. Я служил, я знаю все это. Вот. Ему приказ, а не больше выполнять в тюрьму или в каталажку. Вы же понимаете? Вот это все и беда. Вот. Ну выборы же есть все равно? Выборы есть, но ненамного. Нормальные люди, которые думающиеся, они не пойдут и не станут этим заниматься. А идут такие, которые или неустроенные, или отморозки, или, ну, вы поймите, золотой фонд этой страны, как говорится. Смотрите, у нас недавно был в стране праздник День независимости. Как к нему относитесь? Прекрасно. Хорошо отношусь. А изменилось ли за полгода отношение к этому празднику или нет? Нет, у нас оно такое же было патриотичное. Та же самое. Так, ничего не изменилось, а стало только краще. Ну, то больше патриотично, может. Я понял. Просто для многих, ну, был это просто выходной. А с наступления войны мы начали осознавать, что такое День независимости. У вас такого нет? Нет, мы его... Ему так же радовались, как бы, и до войны. Поэтому... Ну, в эти дни, возможно, больше ощущается чувство патриотизма. А так, в принципе, просто мы коренные украинцы. Поэтому всегда это отмечали. Друзья, пока вы смотрите ролик, не забудьте подписаться на канал, поставить большие пальцы вверх. И написать свой комментарий, изменилось ли ваше отношение к празднику Дню независимости Украины? Или же нет? Он как был, так и остался. Допустим, для меня этот праздник стал более актуальным. Мне кажется, это главный праздник в году, главный праздник для нашей страны. Потому что независимость дается нам очень сложно. И только с наступлением, с началом этой войны я начал осознавать, что такое независимость. И хотелось бы просчитать ваше мнение, что вы думаете об этом. Изменилось ли ваше отношение? Или это осталось просто выходной? Все? А мы погнали дальше? Изменилось в том плане, что все-таки, к сожалению, народ не может влиять на свое руководство. И очень часто бывает статистом. Думаешь, народ ничего не решает, правильно? Ну, по-большому счету да. И тут у нас маленькие подарочки к празднику. Слава Украине! Я тоже не менялся всегда, о них было такого мнения. Не поменялось. Ну, то есть я всегда знал, что это какие-то, мягко выражаясь, странные люди. Поэтому, за что было много конфликтов у меня, но, как оказалось, вот так оно и есть. Вот такие места. Я понял, спасибо. И тут у нас маленький подарочек к Дню Независимости. Спасибо. Слава Украине! Героям слава! Вы знаете, везде есть разные люди. Везде есть разные люди. Ну, конечно, если вы представляете, вот обосновывать уничтожение нашей страны тем, что нам что-то не нравится у вас. Так нет такого государства в мире, в котором что-то не нравится соседям этого государства. Если это использовать как обоснование того, что мы вас захерачим, понимаете, конечно, я с ними согласен. Ну, конечно, и поэтому все, кто поддерживает так или иначе, вот это вот, а нам это не нравится в вашей стране, мы вас зафигачим. Как-то посмотришь, слушай, так у вас там бардак творится просто. У вас в стране реально творится бардак. Возьмите вот, вот, где-то, ну, где-то полгода назад, как-то тоже взял, посмотрел, какие-то там, в Москве, не где-то, а в Москве, какие-то мигранты там, кладбищенские, бизнес-делия, туда-сюда. Ну, зачем-то надо, вы у себя в Москве не можете порядок навести. Нахера нам это сюда вы будете, блядь, имплантировать, понимаете? То есть у вас там бардак творится. Наведите у себя порядок в стране. Какой-то будет образец, может, кто-то захочет двигаться в эту сторону. Но если у вас бардак творится, даже в этом, в Москве, в центре там, то о чем вообще говорите? Так изменилось за полгода или нет? Я всегда отношусь к каждому человеку конкретно, отдельно. Если человек нормальный, если человек относится с уважением к другой культуре, вере там, к народу, они подписывают тебя на то, что они не согласны, понимаешь? Я нормально отношусь, не зависимым, кто-то, там, американец, азиат, там, мусульмане, там, или Россия. Мне все равно. У нас тут маленькие подарочки к независимости. Спасибо. Слава Украине. Практически нет. Изменилось. В какую сторону? Конечно, в отрицательную. В отрицательную, больше к разочарования. Я надеялся, что как-то процент трезвумыслящих людей, у них больше. Я надеялся, что там все-таки поменьше, чем практически по голове. Это такой маленький презент с праздничком. Спасибо. Слава Украине. Слава Украине. Я их вообще стала бояться. Конечно, изменилось. Все люди этого же мнения. Ну, возможно, есть кто-то. Я не знаю таких. Но в моем окружении во всех изменилось мнение о них. Плохое мнение о них, как они поступают с детьми, с народом, с нашим, несправедливо, нечестно, непорядочно. И мы, Украина наша, вообще очень добрые люди, очень хорошая страна, поэтому мы этого не заслуживаем. Это мое мнение. И в честь праздника маленький презент. Слава Украине. Слава Украине. Да, настолько примитивно, способны творить такие ужасы. Просто в голове не укладывается. Ну, естественно, то, что мы видим, то, что проскакивает в интернете, в средствах массовой информации, конечно, Считаю, что каждый обычный гражданин тоже несет ответственность за то, что происходит сейчас. Потому что не может быть так, что воюют одни, а там какие-то другие люди живут. Это те же самые люди, которые до этого занимались обычными вещами. Но, как оказывается, вот так они раскрывают себя, свою сущность. Хороший русский – это 200-й русский, поэтому я не любила «Русню» еще до того, как это стало мейнстримом, еще начиная с хорошего такого 14-го года. Поэтому сейчас я просто убедилась в том, что мое мнение было абсолютно правильным. И, ну, хоть у меня и есть родственники в России, мы с ними не общаемся, мы не поддерживаем с ними связь, потому что мы видим, насколько это люди других категорий мышления. И поэтому мы укрепили, ну, лично я укрепилась в том, что хороший русский – 200-й русский. И ты. К праздничку. Спасибо. Спасибо большое. Это куда вы? Это канал Хапов ТВ. Все, слава Украине. Героям слава. Хотите еще шутку? Давай. Патриотическую. Знаете, почему русские на Миндрюзе? Потому что на Миндрюзе на дороге не валяются. Да. Всего доброго. Конечно, изменилось. Что-то вопрос риторический. Но, понятное дело, что, блин, ну, дичь творят откровенно. Что еще сказать? Надо выгонять этих сволочей нафиг к чертовой матери обратно. В их очковые сортиры пусть на них там сидят, дрочат. А у нас тут своя жизнь, у нас тут Европа. Все, слава Украине. Героям слава. Тяжело. Возможно, частично. Не все люди там виноваты в том, что происходит, но и половина имеет к этому отношение. Запуганы. Может, есть адекватные люди, об этом просто не говорят. Но, вообще, как бы, да. Изменилось? Ну, да. В какую сторону? Ну, не в очень хорошую. Потому что чаще, может, так оно попадается, видео какие-то там, высказывания. Все плохое. Ну, берет обида, конечно. Поэтому, да. Ну, они боятся. Видите, там никто не выходит. Там не так, как у нас в Украине. Тут, если можно говорить, то там вообще под запретом. То бишь, есть нормальные россияне, да? Я надеюсь, да. Хочется верить. Через праздник. Спасибо большое. Слава Украине. Героям слава. Все, отвечайте. Подождите, не уходите. У нас для вас подарок. С праздничком. Слава Украине. Героям слава. Да, стало негативно, конечно. А до этого было? Ну, до этого было, в принципе, нейтрально. Как бы, сейчас негативно. Ну, как бы, неоглашенная война с 14-го года идет. У вас с 14-го года была нейтральная, да? Была нейтральная, да. Потому что я на тот момент была маленькая, и я этого не осознавала. А в каком лет? 19. Маленький президент, в честь праздника. Спасибо большое. Слава Украине. Спасибо за ваше мнение. С праздничком вас. Спасибо. Слава Украине. Будьте здоровы. Героям слава. Конкретизируйте немножко вопрос. Ко всем россиянам. Ко всем россиянам тогда да. Изменилось, ухудшилось. И все. Вот так вот скажем. Мягко. Если корректно, то изменилось. Да, изменилось отношение. В худшую сторону. Маленькие подарочки вам. С праздником. Спасибо. Слава Украине. Слава Украине. Колоссально изменилось. Потому что мы на себе это прочувствовали. Мы с Херсона, поэтому мы с ними очень близко пообщались. Очень приятно. И наше отношение к россиянам очень изменилось. Если раньше было нейтральное, ну, россияне и россияне, я с ними работал много, то сейчас враги. Ну, конечно, изменилось. После того, что они сделали, для нас не существует этой нации, так сказать. Маленькие подарочки. С праздничком. Спасибо большое. Нам одного хватит. Да. Да. Лучше детям дадите. Не надо. Да, не надо. Спасибо. Возьмите. Слава Украине. Героям слава. Нет. Воно было всегда таким. Каким? Негативным. Почему? Від Тараса Шевченка. Читала много литератури. Усвідомлювала историю, вивчала ее. Розумела, что Украина за весь свой период, в принципе, начиная с початков основания Киевской Руси, никогда не была той государственной, которая шла наступом на другие. А россияни завжди были еще как учебниками, начиная с племен, и дальше были завойовниками. То есть люди, которые, по суті, не занимались ничего. Если посмотреть эту карту, и почему на Сходе люди больше, да, до россиян, то можно сказать, что, например, в Одессе завжди занимались люди торговлей, это еще там, не знаю, с 5-го столетия, мабуть, нашей эры. Вінниччина, та самая, Захида, Центральная Украина, это были там скотарьи, землероби. А вот это вся та страна, и до России это были учебники, это племена, которые никогда, ни где не остались, у них нет такой автетичности, самобутности, как у нашего народа. Поэтому мы очень разношаемся с ними. Спасибо вам. Слава Украине. Героям слава. Ну что, друзья, вот закончилось наше видео. Приятно удивлено, что люди не изменяли своего отношения на Дне независимости, всегда его отмечали, всегда для людей это был большой праздник. К россиянам, понятное дело, что люди стали хуже относиться. Я думаю, это настроение у людей уже не изменится. Все будет только хуже и хуже. А вы, друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии обязательно, это очень важно. Обратная связь. И до новых встреч. Пока.